МПК «Норийский Никель» 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 Здесь мы помогаем детям построить всякие стены, играем с ними, развлекаем, заманиваем, конечно же, чтобы они ощутили весь праздник. Привет! Кто ты сегодня? Я сегодня тигр. Прекрасно! Как настроение? Отлично! Все так шикарно для детей, вообще прелесть это. Даже вот так вот их оставил, да, и можно самой куда-нибудь уйти и не переживать, потому что тут все, техника безопасности вся предусмотрена. Тематика всех наших аттракционов для детей, она и познавательная, и развлекательная, и очень детская. И самое главное, она дает возможность маленькому человеку пожелать городу, в котором он живет, все, что он хочет. Написать своим еще пока таким детским почерком очень добрые слова в адрес компании, в адрес города. А на этой площадке проходят разные творовые игры, в данный момент, поскольку я понимаю, играют в светофор. Я вот сейчас попробую подойти и попробую тебя в роли ведущей. А можно я у вас проведу один раунд? Я называю цвет. Готовы? Готовы! Оранжевый! Готовы! В свое время очень любили эти игры, они объединяли нас и позволяли нам играть вместе, ну, в отличие от игр современности. У нас тут и резиночка, и светофор, и небо, и тише едешь, дальше будешь. Много игр. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а главная концертная площадка всех этих праздничных дней развернулась, конечно же, на Комсомольской площади. В этом году организаторы праздника подарили всем дельчанам и гостям города галоконцерт корпоративного фестиваля «Корпорация звезд» и выступление объективов Дворца культуры компании. Ну, а в качестве десерта подарили концерты приезжих звезд. Для мужчин, конечно же, шикарную Ирину Нельсину и группу «Рефлекс», а для ценителей хорошего русского рока выступление Сергея Галанина и группы «Серьга». Сегодня мы здесь, потому что действительно этот день уникальный. Я думаю, что этот день мы ждали весь год. И вот он наступил, такой солнечный, такое чистое небо, как будто специально все это для нас сегодня, для того, чтобы мы сошли с вами с ума от счастья. Норильская публика приняла томноголосую блондинку тепло, особенно когда на сцену вышли танцовщики. Во всяком случае, мужская часть аудитории поистине растаяла не только от палящего солнца, но и от того, что происходило на сцене. Я всегда мечтал их увидеть. С детства слушал даже на кассетах. А так выпала возможность. Приехал работать с Красноярском, с трудотрядом, а тут вот увидел звезд. Это меня ослепляет прямо, это супер, вообще супер. Мы бы хотели еще, почаще приезжали такие. Очень-очень красиво, очень молодцы. Всех с праздником, с Днем Металлурга, с Днем Города. Мне нравятся песни все, которые звучали в 90-х. Как бы это такой привет из прошлого. Оказалось, что женским коллективом восхищена не только сильная половина человечества, но и прекрасная. Ведь после концерта за автографами выстроились в большей степени женщины. Что касается Ирины Нельцин, то она не впервые в нашем городе, но раньше работала исключительно на закрытых мероприятиях. Поэтому переживала перед выходом к большой аудитории. Я как раз так немножко побавилась, думала, ну, как все северные люди слегка сдержанные, ничего подобного, крики «Браво». Причем практически после каждой песни и в конце программы «Приезжайте к нам еще!» Когда я в Москве сказала, что вам произвести из Норильска, я сказала, ну, конечно, Никеля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Норильчане. Значит, свои! Еще одним местом массового гуляния в эти праздничные дни стала площадь перед спортивно-развлекательным центром «Ареда». Здесь еще до старта всех торжеств организаторы установили вот такой знак. Подобная городская инсталляция в последние годы стала появляться практически во всех населенных пунктах страны. Так люди пытаются признаться в любви своему городу. Но Норильск решил пойти еще дальше и признаться в любви целому градообразующему предприятию. Ну что, готовы? Раз, два, три, фотографирую. Как вам такое место для фотографий? Ну, отлично. Для города очень даже хорошо. В каких городах еще подобные видели? Пока ни в каких. Очень красивое место. Фотографии классные получаются. Я видела в других городах такие места. Я люблю Смоленск, я люблю Москву. Я смотрю, вы с Начурой уже сфотографировались. Как вам новое место для фотографий? Очень хорошо. Люблю Норникель. Уважаю Никелевый завод. Жалко закрывают. Поэтому очень хорошее. Будем часто приходить обязательно. Отлично. Очень смотрится. Очень симпатично. Всем нравится. Все довольны. Для меня это очень красивая обстановка. Просто вау. Для меня Норильск стал увлекательным и веселым. Что аж хочется орать, петь и танцевать. А от Арктики до самого берега Долгого озера раскинулась так называемая эко-площадка. Это уголок для отдыха семей с детьми. Детавра просто не может пройти мимо разнообразных животных. Ну давай попрощаемся и скажи пока-пока, Ляля. Пока-пока, Ляля. Оттащить детей от загонов с лошадьми, овцами и козами довольно сложно. Посмотреть на них спешат даже взрослые. Зрелища-то для Норильска диковинная. Привезли этих животных из фермерского хозяйства Рената Гувайдулина, что на Бальке примерно год как появилось. Малыши в восторге от осликов. Кстати, эти упрямцы за полярным кругом считай новоселы. Только в мае прилетели. К вниманию детворы они привыкшие. На материке катали ребятню в парках. А теперь маленьких северян развлекают. А ослик понравился? Да. Для севера на ослике покататься это очень впечатляюще. Особенно для маленьких деток, которые как бы здесь на севере, они ничего не видят. А для этих лошадей это первый большой выход в люди. И в его удачности хозяева сомневались до последнего. Есть сложности, потому что они в какой толпе людей, музыки сильные, они не особо привыкшие. В общем, у нас были сомнения. Но оказалось, лошадки ведут себя безропотно даже в такой обстановке. Огромная очередь из детворы, желающие навернуть хотя бы маленький кружочек верхом, их ничуть не смутила. Впрочем, усесться тут можно и на железного коня. Местные байкеры выстроили около Арктики множество навороченных мотоциклов, на которых норильчане устроили фотосессию. Это очень круто и очень весело, потому что я в первый раз в жизни вижу такое количество мотоциклов. И это очень прикольно. За снимком на память очередь и здесь, около Инстаграм-рамки. Фотографируют горожане свое отражение в ней. Расположена она таким образом, что на снимке норильчане буквально утопают в зелени. Хоть и искусственной, но очень эффектной. Шезлонги под пальмами постоянно заняты. Картинка почти как на тропическом пляже. Неожиданно. Вообще очень здорово. И каждый год бы делали так. Было бы очень классно. И побольше лежаков. И пальм. И пальм, да. А так очень здорово. От заряда праздничного настроения норильчане даже в пляс спустились. Подзарубежные рок-хиты в исполнении участников фестиваля «Корпорация звезд». Позитива мы с нами поделились. Списать предложили. А те, кто на эко-площадке на все посмотрел и все попробовал, переходят к совсем уж неформальному отдыху. И спускаются к воде. Водолем, конечно, технически. Купаться здесь запрещено. Однако десятки норильчан не удержались от соблазна окунуться в охладную воду. Ну а те, кто на это не решился, прохлаждались здесь. После насыщенной праздничной программы отдых у воды действительно замечательно расслабляет. Так что, пожалуй, я останусь здесь. А уже вечером на Комсомольской площади собралась публика постарше, попрутальнее и погромче. Ведь в Норильске любят и ценят русский рок. А организаторы праздника подарили всем собравшимся концерт легендарной группы «Серьга» и ее неизменного лидера Сергея Галанина. Если блондинке Ирине Нельсен пришлось в начале выступления разогревать публику, то брутальных рокеров народ ждал с нетерпением. С праздником, будьте здоровы, самое главное – здоровье, но найти себя в этой жизни и растить красивых детей. То есть любовь и труд – самые главные вещи. Группа «Серьга». Спасибо. Сергей Галанин и его музыканты исполнили программу, которую они буквально недавно представляли на знаменитом российском рок-фестивале «Нашествие». В нее вошли как старые, давно полюбившиеся хиты, так и новые композиции. И ни одна песня не осталась без бурных аплодисментов, криков фанатов и подпевки «Ценители Сергея». «Отличный бронер парень, их брун-брун-тилисток, но что за сетка парень?» «Нашествие» 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 «С кем ты не распел? Ты не пропадай?» «Лепонечный момент улетел? Группа – это лучший подарок от Норильского Никеля, который они могут сделать. Норильский Никель – молодцы! Мы их любим, поддерживаем всегда. Молодцы! Это лучший подарок!» «Я все люблю, бригаду ЕС, Сукачева и т.д. Их надо побольше приглашать. Надо рефлекс. Не надо. Надо только их. Живая музыка. Рок-н-ролл!» «Душевная музыка – это наш рок. Наш рок. И это продолжение работы Виктора Цоя. Это продолжение работы того же Владимира Высоцкого. Я еще раз говорю – это наш рок. Это наша русская душа». Сергей Галанин тоже с большим уважением относится к своим поклонникам. Он не первый раз в Норильске, поэтому трудовую специфику нашего города знает хорошо. Знает и уважает. «Вот музыка – это не тяжело. Я вам серьезно скажу. С другой стороны, я верю, что есть такие металлурги и такие работяги, которые настолько любят свой тяжелый труд, что это тоже им, как говорится, все в радость. Ведь самое главное, чтобы труд был в радость. Это зависит от многих причин. Поэтому я желаю вам всем здоровья и делать свое дело, которое вы любите». «Видя в дом, хорошо дышать, черный короб, доверяю в городах. Где и ствол, на шаре разошли, где добро, где сон, попробуй разбить. А что надо? А что нам снился? Куда больше у вас война? Куда идем мы? Идем мы? Идем мы в солнце. Вот только, братцы, на братцы, на братцы, на братцы, на братцы, на братцы, на братцы. На сцену и при всем чистом народе спеть любимую песню, вне зависимости от того, есть у него голос или нет. Собственно, это очень популярное в Сочи и других курортных зонах развлечение. Приживаться ли оно у нас в Норийске за полярным кругом, пока неизвестно. Но спеть можно любому. Даже мне. Про Лондон, что ли, спите? «Я уеду жить в Лондон». «Так, у нас уже есть желающий. Вы молодой человек, белые футболки, вы подняли руку». Участники выходили на сцену парами и пели, а зрители решали, у кого получается лучше. Те, кто петь не умеет, брали харизмой. «И хорошее настроение, не победит больше вас». «Так-то петь, конечно, люблю, но голоса нету. Девушка то же самое говорит. Не надо никуда, не торопись, не пой, ничего. Поэтому как-то я захотел народу показать, поэтому». Вышли на сцену и вполне профессиональные исполнители. «Если бы я был суток, я думел бы шок, и тройной красотой был бы я хрусток. Не плохо, а очень и мы три жены, но очень плохо с другой стороны». «В Омской области, в Сорске, в Акассии, в Красноярске много где пел, много где выступал». В общем, прошло все по-летнему позитивно и по-курортному несерьезно, словно гулял народ не в Заполярье, а где-нибудь в Сочи. «В Омской области, в Сочи» «В Омской области, в Сочи»